Значит, коллеги, для тех, кто был на передаче давно и забыл, для тех, кто не был никогда, мы находимся в клубе. Вы можете говорить все, что угодно. Вы можете, не дожидаясь моих вопросов, задавать вопросы друзьям и коллегам и как-то комментировать услышанное. Поехали. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Мы в клубе стартапов и каворкинга «Желтая дверь» на Страстном бульваре в Москве «Россия в Амгле». Называется номер журнала иностранной литературы, который посвящается, естественно, столетию революции 1917 года. Я бы назвала этот номер еще и «Приключения иностранцев в России». Приключения не всегда добрые и светлые, но, разумеется, безумно увлекательные. Мы сегодня с переводчиками и редакторами этого замечательного номера. Я справа налево представлю коллег. Елена Тепляшина, переводчик с чешского. Александр Яковлевич Левергант, главный редактор журнала иностранной литературы. Это, кстати, человек, видимо, придумавший концепцию этого, я не побоюсь этого слова, исторического романа, который... Мы все вместе. Раскроется Ксения Яковлевна Старосельская, переводчик с польского и редактор журнала иностранная литература, и Ольга Кулагина, переводчик с испанского. Шесть, кажется, сюжетов, или даже больше, поскольку шведских репортажей три. И это, конечно, совершенно волшебная картина русской революции глазами иностранцев совершенно разного ранга, политических убеждений, рода занятий, пристрастности к той или другой стороне. В общем, совершенно... У меня было такое чувство, что я смотрела некоторое кино. Вот вообще, когда я читала этот номер, у меня было ощущение, что я смотрю кино с разными персонажами, с неожиданными поворотами, страшно за них переживала, там хваталось за сердце и так далее. Вот прям очень хочется, чтобы наши зрители и слушатели как-то поняли о чем, и я вас прошу по цитате предъявить из, не знаю, переводимого, переведенного автора или там любимого. Лен, может быть, с вас начнем, с вашего героя? Ну, может быть, с моего героя, хотя он вот на почет, он замыкает этот... А логически мы можем даже рассказать, почему он замыкает это повествование, потому что это Чехословатский легион, это уже событие 18-го года. Надо сказать, что не только вот прям 17-й год здесь затрагивается и, ну, по крайней мере, от февральской революции до 19-го года. Вот примерно так я на логу ловила. Правильно, Александр Яковлевич? Да, даже, может быть, отчасти и 20-го. Отчасти и 20-го. Гражданская война захвачена тоже. Вот, то есть, Гайда, который один из руководителей Чехословатского легиона, я правильно понимаю, да, вот им заканчиваются его воспоминаниями, все заканчивается, потому что это уже Сибирь, это гражданская война. Да, это уже попытка попасть иностранцев, которые, иностранных военных, более того, которые внезапно оказались в Сибири, а что, собственно, они там делали? Это просто попытка попасть домой. Но, к сожалению, в Чехословакию, вот в условиях, в тех условиях, которые сложились в Европе после Первой мировой войны, после заключения Брест-Литовского мира, они могли попасть к себе только через Восток. То есть, пройдя по Волжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток и из Владивостока описать такой полукруг огромный. Еще, что, мне кажется, очень важным в свидетельстве Радула Гайда, это то, что он говорит, что так называемый Чехословатский легион, он почему собрался, кому он собирался помогать? Он собирался помогать здоровым, по их мнению, силам, которые воевали против Австро-Венгрии. Собственно говоря, патриот. Патриот своей маленькой, но прекрасной Родины, как он сам говорит, известие о начале страшной войны, то есть Первой мировой и Великой войны. Я просто хочу представить, вот человек был, судя по всему, многосторонний, что называется. До войны он успел по службе поработать фармацевтом в аптеке. Ну и вот его литературные таланты. Мысли наши полетели через горы на юг, к лазурным водам Адриатики и на восток, к равнинам широкой Руси, где готовились к войне наши братья по крови и духу. С проклятиями в душе брали мы оружие, насильно влагаемое в наши руки. Тогда никто и представить себе не мог, что придет час, когда могучая Россия, израненная, обоскровленная, принет к груди младшего брата, то есть Чехословакия, и станет искать в него помощи и сил для битвы. В то время мы были так мало и ничтожны. Невыразимо тяжко было нам брать в руки оружие, чтобы защищать интересы наших поработителей. Положение чехословацкого народа было столь трагично, что никто не смел произнести ни слова против. Австро-Венгерское правительство с самого дня объявления войны жесточайше преследовало тех, на кого падала хоть тень подозрения в симпатиях с союзниками. Главным образом к России и Сербии. Дальше он сообщает о формировании чехословацких военных соединений в составе русской армии тогдашней. После настойчивых просьб усилия чехословацких переселенцев увенчались в Петрограде первым успехом. Удалось добиться разрешения сформировать так называемую чехословацкую дружину, которая состояла только из представителей чехословацкого народа. Это 16-й год. Вы сказали совершенно справедливо, что это все представители разных профессий, разных взглядов на мир и на революцию и так далее. И между тем в этом номере есть один общий мотив, который передается по-русски старой пословицей «попал как кур в ощупь». Буквально я вспомнила, я это вспомнила, когда я про них думала. И вот будь то испанец Нагалес или поляк, оказавшийся в Киеве в невеселое время перемены власти, буквально ежемесячной, или несчастная жена американского посланника в Петербурге, или вот Двингер, который я сейчас процитирую, они все действительно попали совершенно случайно в эту мясорубку и мечтают оказаться, и не столько даже на родине, сколько оказаться в безопасном месте. Вот это, мне кажется, очень характерно и типично для всех шести, или сколько их там, персонажей. А Двингер один из тех, кому досталось особенно тяжело, потому что он уже, казалось бы, оказался вне опасности. Он попал в Восточную Сибирь и планировал вернуться назад, а потом оказалось, что он находится не за линией фронта, а на самом, что ни на есть фронте. И вот что он говорит. «Вас еще осталось что-то солдатское, а мы гражданские плены, и, может быть, поэтому страдания так опустошают нас, что ничего больше не остается». Вы, понятное дело, вы шли на войну, шли воевать, знали зачем и за что. И вот еще пара фраз, о которых я говорил в начале. «Для нас, гражданских пленных, это катастрофа. Мы бы уже не перенесли этого. Она нас так тянет в отечество наше, мы так тоскуем по нашему немецкому порядку после всего, после всей этой здешней грязи, бесправия и так далее. Мне кажется, вот тут слово «порядок» очень важное, потому что что отличало Россию в это время, тем более для, в общем, вполне благополучных западных людей? Это чудовищный беспорядок, когда они становились, собственно говоря, заложниками и каждый день могли потерять жизнь. Вот мне кажется, что, собственно говоря, и определяет этот основной мотив этого номера «Россия в Англии», который мы позаимствовали из Уэлса. Из Уэлса, разумеется, разумеется. И что вот здесь я хотела бы сказать, что это, конечно, при том, что в выступительной статье к всему номеру, написанной Александром Мериковым, есть отсылки и к Уэлсу, и к Джону Риду, то есть к такому классическому корпусу, который называется «Иностранцы у русской революции». Вот этот корпус, который предъявляет журнал, он вообще разрушает эти представления романтические, весьма романтические, которые и у Уэлса существуют, и у Рида тем более. Они, конечно, говорят о степени, о насилии, но главное – этот романтический пафос преобразования, так сказать. А я процитирую свою любимицу Полин Кросли, которую я, в общем, не считаю совершенно бедной, она вообще боевая абсолютно такая девица, это жена американского дипломата, которая очень неглупая дама, которая занимается еще и какими-то боготворительными проектами, как я поняла по контексту ее писем к родне. Вот самое главное, что, конечно, ее ужасает – это отсутствие порядка, верно? Это отсутствие порядка, и это небезопасность, и это уличное насилие, которое зашкаливает в тот момент и переходит все границы. Я короткую цитату дам 12 ноября. Хотя надо сказать, хочу добавить к тому, что вы говорите, она все-таки смотрит на переворот, на все то, что происходит из окна особняка, это очень важно. То есть она не является реальным участником того, что происходит. Это правда, и как только границы этого особняка, революционные массы попытаются, только сделают намек на то, что они могут перейти, это вызывает безумную реакцию мужа, он берет в руки оружие, и он, конечно, не стреляет, мы не видим, происходит ли это, но на этом заканчиваются приключения… Он готов защищать семью, да. Совершенно верно, на этом приключения этой американской семьи заканчиваются, они отбывают на родину, и, судя по всему, тоже через Восток. Так вот, Полин, что бывает, когда по улицам ходят вооруженные отряды? Сегодня утром шел один из них по французской набережной, навстречу русский офицер, никто не сказал ни слова, но один из отрядов поднял винтовку, выстрелил, и офицер упал замертво. «Отряд в полном молчании прошел мимо, никто даже не взглянул на труп. Мой приятель, бывший тому свидетелем и рассказавший мне про этот случай, не уверен, что стрелявший желал убить офицера, но не сомневается, что повода для стрельбы тот не давал. Только подумать, Петроград в руках бессердечной черни». Эта дама застала еще Петроград в порядке, так сказать, и ей есть чем сравнить, поэтому вот такие эмоциональные высказывания она себе позволяет, при том, что в остальном она совершенно как хороший репортер описывает, почти каждый день описывает, что с ней происходит, а происходит немало интересного и даже самое удивительное, что они ходят в театр. Вот о театре это еще один литмотив номера. Я спрошу вас позже, теперь Ксении Яковлеву передаю слово. Да, они пытаются жить обычной жизнью, пытаются жить обычной жизнью. Один из героев творит театр нашего журнала. Я хочу сказать, что это некрасиво хвалить себя, но хвалить журнал… Красиво, красиво, в данном случае это очень красиво. Мне кажется, что удался этот номер, хотя бы потому, что он, наверное, разнообразен, и мы видим, как Лена справедливо сказала, совершенно не привычную картину, не пафосную, не романтическую, а картину живую, картину, написанную сегодня, сейчас, в сию минуту, даже если кто-то написал это несколько позже. И в результате получилось, ну, мы побывали где-то, отъехали на сто лет назад и что-то увидели неожиданное, хотя, казалось бы, нам продолбили голову уже, ну, людям старшего поколения, рассказами о том, что произошло. Мне кажется, нам тоже, все дети, родившиеся в Советском Союзе, знают эту историю наизусть и так далее. Ну, разумеется. А тут совершенно новый взгляд, разнообразный. Потом мы построили это хронологически, Александр Яковлевич мне сказал, стараясь, чтобы все-таки читатель шел от начала переворота и дальше. Ну, что-то совпадает. А вот я позволю себе, Александр Яковлевич, с вами не согласиться только в том, что вы сказали, что все герои, участники этого номера, что они все хотели бы оказаться в безопасности и хотели бы поскорей от этого ужаса избавиться, вырваться из этого ада. А мой герой лезет в пекло. Нет, он наоборот лезет в пекло. Он родился в 1986 году, он молод. Он был на войне. Он не имеет высшего образования, как сказали бы сейчас. Он закончил всего-навсего кадетский корпус. Хотя он поляк, он родился в Литве, в шлихетском имении, своем родовом. Но он российский гражданин. Поэтому он учился в Петербурге в кадетском корпусе. Петербурге поработал немножко в министерстве в каком-то иностранных делах или что-то, ну, в роли мелкого какого-то клерка. И был на войне, он воевал с немцами. И тут начались все эти события. Я, поскольку вы просите цитату, я скажу, да, о воспоминаниях свои, потому что это мы публикуем отрывок из его воспоминаний. Он написал, когда его жизнь, начавшаяся необыкновенно ярко, как отчасти с оттенком авантюризма, закончилась она, увы, эмиграцией. В 1940 году ему удалось уехать из уже захваченной немцами Польши в Румынию, потом в Бразилию. И в Бразилии он и жил до смерти, работая просто-напросто клерком же на заводе «Мерседес». Человек, который знал близко Савенкова, Керенского, Корнилова, Деникина, сотрудничал с Пилсудским, уже вернувшись на родину, а жизнь закончил, ему остались только воспоминания. И почему он это стал писать? Два слова. Я понял, российский катаклизм распространяется столь широкими кругами, что путь самоизоляции недопустим, что российская революция не может не повлиять на судьбы мира, а значит и Польши, а значит и на мою судьбу, что нельзя полностью отгородиться от череды печальных событий. Это он объясняет, почему он участвует в этих событиях, а почему он пишет, он сказал немножечко по-другому. Я пытался ясно, черным по белому написать, показать, что победа и триумф большевиков обрушился на Россию и на весь мир совершенно случайно. Не их силы и влияние победили. Нет, проиграла слабость противника и небывалая неспособность сопротивляться интеллигентских демократов-интеллигентов. Вот как бы я сказала, это объясняет. Ольга Кулагина, представьте вашего героя. К нему тоже трудно относиться равнодушно, потому что он настолько человек с живым характером, яркий, темпераментный, тоже по-своему настоящий испанец. Ну, рассказывайте о нем. На самом деле, я очень благодарна Татьяне Александровне Ильинской, которая нашла эту книгу и заодно познакомила меня с совершенно изумительным журналистом, который сейчас признан в Испании одним из лучших журналистов XX века. Это Мануэль Чавес Нагалес. В свое время Нагалес искал русских эмигрантов в Париже, аристократов, потому что хотел подготовить репортаж. И его случайно в казино познакомили с танцовщиком обыкновенным, Хуаном Мартинесом, который оказался невероятно интересным рассказчиком и человеком, способным к довольно глубоким обобщениям с изумительной памятью. Он очень заинтересовался его рассказом, и когда писал затем эту книгу, он даже вложил, собственно, рассказ в уста самого Хуана Мартинеса, как бы пишет эту книгу от первого лица. Ну, вот Хуан Мартинес, он здесь провел долгие годы, конец Первой мировой войны, и смог вырваться отсюда только в 20-е годы. Плюс ко всему, ему пришлось пережить гражданскую войну в Киеве, которая семь раз переходила из рук в руки. И страшнейшее описание, конечно. Да, он еще, так сказать, был очень человеком простым, и во все это был очень вовлечен. Но я хочу немножко такую, я бы сказала, юмористическую цитату прочитать, потому что, как ни странно, он умудряется даже с чувством юмора некоторые вещи писать. Вот, вот, вот. Я не мог придумать, куда бежать от большевиков, и не за своих политических убеждений, которых у меня с отроду не было, а из-за того, что большевики, хоть хорошие, хоть плохие, считали артистов Кабаре людьми и достойными существования, и мечтали нас побыстрее истребить. Через 12 часов после прихода красных все товары в Гомеле были конфискованы, а к дверям магазинов стояли очереди. Тут им не было равных. Одновременно велись аресты, контрреволюционеров, конфискации, выдачи пропусков и организации митингов. Митинговали везде и в любое время суток. В кафе, на перекрестках, во дворах, даже в гостиных и спальных тех домов, в которых они поселились. Распределять карточки и произносить речи, на это они были мастера. А вот накормить людей – другое дело. Сначала они не слишком третировали гражданское население и раздавали всевозможные обещания. Беда пришла, когда начались конфискации в деревне. Ну, здесь вот как бы в продолжение он участвовал в такой агитбригаде, которая артистически ездила по деревням. Придя в деревню, мы устанавливали на площади передвижной кукольный театр, а потом должны были с радостным задором зазывать местных жителей. Когда вокруг нас собиралась вся деревня, мы уступали место пропагандистам-большевикам, и те, начав говорить, уже не могли остановиться. При появлении большевистских ораторов крестьяне кричали и свистели, но несгибаемые большевики разоражались речами о ленине и коммунизме, которым не было конца. Устав от этой галиматии, крестьяне начинали уходить. И тогда на сцену снова тащили нас, артистов, чтобы мы не дали публике разбежаться. – Браво, браво. Он, конечно, страшно наблюдательный. Ну и понятно, что Нагалец дает ему язык, видимо, еще в определенной степи. – Да, и надо сказать, что Нагалец сам побывал в Советской России в 1928 году. То есть он как бы пишет это все, имея собственное представление тоже. – Имея собственное представление о том, что происходило. – Один из внутренних мотивов как раз маэстро Хуана Мартинеса – это «непригодные вы». Вы выбрали очень точную цитату, потому что у него это лейтмотив. Вы, большевики, ни к чему непригодные ребята. Вы пришли со своими лозунгами, а народ у вас некормленный, ну, в общем, непоенный и какой-то вообще дикозаброшенный оказался. И еще вот вещь, которая, видимо, здесь оба хороши. Я имею в виду и Хуана Мартинеса, и Мануэля Нагалеца, которые делают эти описания. У него, мне кажется, вот в его тексте самые страшные описания насилия. Они есть везде. Вот то, о чем я с вами хотела поговорить, меня поразил уровень насилия разного, беззаконного, уличного насилия. Но то, как это описано в этом тексте, это что-то незабываемое. Я не могу выключить описание казни жандармов в Петербурге, когда он приезжает в Петербург. Он бегает между всеми городами, пытаясь найти более безопасное место. В этом смысле Александр Яковлевич прав. Вот он такой персонаж, который попал, как курф, в ощупь вместе со своей возлюбленной женой. То тоже это чувство совершенно трогательное, когда он ради нее преодолевает там все препятствия военному времени, когда его там убить могут 10 раз. Вот описание казни жандармов в Петербурге и убийство в церкви в Москве – это что-то, что невозможно вообще выключить своего сознания. После того, как ты это прочел, совершенно фантастическое описание расстрела крестного хода большевиками во время московских событий, которые, как выясняется, оказываются гораздо более кровавыми октября, то есть ноября в Петрограде. О чем писал Бунин в «Окаянных дня», кстати. Но здесь, поскольку это представлено абсолютно как свидетельские такие показания Камиль Дюдан, ноябрьские дни 17-го года в Москве, снеги «Красная Россия» или в репортажах, в одном из репортажей шведов, это просто совершенно поражает. Вот я права в своем чувстве или нет? Для меня это новая информация. То есть мы, конечно, знаем о том, что гражданская война была ужасна, но в силу того, что это заштампованные очень уже высказывания, это все не воспринимается, поскольку новая идеология говорит нам о том, что, в общем, все в нашей истории было совершенно прекрасно, все заслуживает внимания, только вот распад Советского Союза была величайшая геополитическая катастрофа. Но меня совершенно, вот этот уровень уличного насилия меня совершенно как-то убил. Александр Ильич, это является внутренним мотивом или я его для себя просто вычленяю? Нет, конечно, является внутренним мотивом. Я хотел сказать два слова о Камиле Дюдане. Дело в том, что начать хочу с названия нашего номера. Вот Россия в Англии, мы прекрасно понимаем основной смысл этого названия, но есть и дополнительное дело в том, что даже самые блестящие западные умы плохо понимали, что и до сих пор понимают, что происходило с 1917 по 1921 год. И когда читаешь, что об этом думает тот же самый Черчилль или Сомерсет Моэм, все те, кто так или иначе были связаны с этим, видишь, насколько они не понимали происходящие события. Так вот, Камиль Дюдан в этом отношении является исключением. Она пишет очень точные вещи, при том, что она, конечно, ни с кем из них близко связана не была, но она вот разобралась в том, в чем очень многие не разобрались. Ведь вот если взять все эти отрывки и соединить их вместе, это получается такой своеобразный пикорескный роман. Абсолютно. Да, когда герои, в общем, заботятся в основном о том, чтобы, скажу грубо, спасти свою шкуру, и, конечно, не вникают в то, что происходило наверху. А Камиль Дюдан в этом отношении – это некоторая попытка анализа того, что происходит. Но в целом, мне кажется, все-таки основное ощущение всего того, что мы читаем, это ощущение хаоса и, как и вы, и все мы говорили, насилия. Конечно, насилие, вот нам ведь внушали, что народ пошел за большевиками. И это чистая правда, народ пошел за большевиками, но он пошел за большевиками в результате насилия. Вот об этом, между прочим, Нагалес много писал. И Витзигульский об этом писал. Я только хотела сказать, что у Нагалеса и Витзигульского есть и результат насилия, и результат какого-то уже последнего отчаянного выбора. Да, и теперь мы, прочтя вот это все, начало революции, мы понимаем, откуда брались вот эти крестьянские бунты, которые потом подавлял Тухачевский и Красная Армия, Антоновские мятежи и так далее. Кстати говоря, вот еще ткань номера, она мне очень напомнила фильм Андрея Смирнова «Жила-была одна баба», который на хрониках с 14 по 30-е годы устроен. Я когда-то спрашивала у историков, насколько точно там все изображено. У меня как раз тоже уровень насилия по аттресту, мне сказали, маловато даже. Вы не представляете, что хранится, что находится в спецохранах, о каком уровне самоубийственного поведения русского народа идет в этот момент речь. И еще об одном я хотел бы сказать. Дело в том, что вот в материале, в воспоминаниях Радула Гайда, прежде всего, и в воспоминаниях Эдвина Эриха Двингера, видишь еще одну вещь, которую от нас скрывали, и которую мы не понимали. Это особое положение Сибири. Дело в том, что Сибирь была в этом отношении, в смысле отношения к большевикам, гораздо здоровее. И вообще говоря, если представить себе, что Сибирь осталась свободной от большевиков, очень может быть, что наши сибирские территории зажили совсем другой жизнью. И судьба и Гайды, и Двингера тоже примечательна, ведь они в свое время, впоследствии, стали большими противниками России. Ведь и Двингер, и вот насколько я знаю, вот Лена Цепляшина мне говорила и Радула Гайда, были близки к нацизму. Лен, расскажите нам еще немного о Гайде, чтобы у нас не было такого тоже идиллического образа этого человека. Знаете, мне понравилось очень слово «авантюризм». Я могу его применить и к своему герою. Вторая мировая война на пороге. Он, если верить биографическим данным, уходит в ряды сопротивления Чехословацкого. И в 1945 году его Чехословацкая уже в госбезопасности арестовывает за пособничество нацистам. И из тюрьмы он выходит уже за несколько месяцев до смерти своей, в декабре 1947 года. В общем, человек, как я сказала, разносторонний с одной стороны и не, что называется, сложной судьбой с другой. И против всякой власти, оказывается. И против всякой власти, потому что в 1918 году он был уже колчаковским генералом, но буквально в том же году он успел с ним поссориться и лишиться всех регалий. Вот, ну, слава богу, в 1920 году его уже эвакуировали во Францию, из Лути-Востока. Таким образом, он все-таки попал домой, мой генерал. Оказался в совершенно чудовищных условиях, потому что, ну, насколько я понимаю, почти все здесь присутствующие были гражданские лица. Он военный. Он человек привычный к насилию. Может быть, что его и отличает от многих представленных. Гражданин Виндзигольский тоже ременьком шит в этом смысле. Да, и они очень похожи. Похожи, похожи. Дело в том, что Гайда тоже очень молод. Ему в 1918 году 26 лет. Он родился в 892 году. И вот, что он пишет. После телеграммы Троцкого, а телеграмма Троцкого заключается в том, что у чехословаков надо отбирать оружие, их надо разоружать. Если понадобится, то и силой. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на линии железной дороги, то есть в Транссибирской магистрали, должен быть расстрелян на месте. Каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военных пленных. И он пишет. Надо было принять решение и выбрать меньшее из двух зол. Ждать, когда на нас нападут, и обороняться, или напасть самим. В первый раз столь тяжкая ответственность легла на мои плечи. Ему 26 лет. Он очень молод еще. Чем современный мужчина в 26 лет сейчас? Ну, не мужчина, женщина. Но спирантура, да. Попытки найти своему месту в жизни. Правда, почти все мои люди были настроены так же, как я. Но все же ответственность за их жизнь лежала на мне. Я был убежден, что если на нас нападут, мы не стадимся и станем сражаться до последнего человека. Я принял решение. То есть вот это самое решение пробиваться с боями в воде в истоках. Мне кажется, это очень много. Вот эти слова, они какие-то ужасно трогательные. Для военного человека, для человека, ну, в общем-то, наверное, жестоко. Мой генерал, говорите, вы прекрасная, прекрасная характеристика вашего героя. Ксения Яковлевна, попрошу рассказать еще нам немного о Карле Венцегольском. Большая украинская часть там. Вот что тоже поразительно, украинскую историю мы знаем, извините, вот за упрощение, Белая гвардия нам рассказывает. Но на самом деле, конечно, вот когда я читала эти мемуары, это часть книги, да, я верно понимаю, что это часть книги, я сожалела, что мало я читала именно об этом периоде и о трагической жизни Украины и Киева, который шесть раз приходил из рук в руки. И Венцегольский попадает в тюрьму, в частности, и там у него происходит встреча с крысой, если говорить про смешное или там про трагикомическое в этом во всем. А трагикомического тоже, ну, довольно, очень много. Я на самом деле выбрала эту часть, посвященную Украине, по той самой причине, по которой и вам это было интересно. Во-первых, я сама меньше знала и сочетала с особым увлечением, потому что у него интересны равные степени, как эпизоды Первой мировой войны, которую он проводит на фронте, как этот Шляхтич Паныч становится членом и потом председателем Ревкома 8-й армии, как он почти участвует в Корниловском мятеже, как он очень близко общается с Савенковым, фигура необыкновенно яркая, интересная, о которой написано очень много, но он его видит совершенно с другой стороны, и они проводят вместе несколько месяцев и путешествуют из Петрограда в Новочеркасск, в Ростов, где в это время формируется добровольческая армия. И оттуда их пути расходятся. Очень интересные тоже воспоминания о Новочеркасске. Это мы тоже нигде не читали, ну, наверняка об этом написано, но это свидетельство живого человека, который попал, ну, благодаря Савенкову в данном случае, которому он сопутствовал и который стал членом Политсовета, только образующейся тогда добровольческой армии. Но поскольку от Савенкова хотели избавиться руководители Белого движения по разным причинам, и их услали просто из этого Политсовета, и у Савенкова была своя задача, а Виндикольского отправили в Киев, где он служил трем разведком, говоря грубо. — Говоря грубо, да. — Да, то есть его отправили, так сказать, в командировку, его отправили руководство образующейся добровольческой армии, с одной стороны, с другой стороны. Он связался там со своими бывшими сослуживцами по армии, с которыми он вместе творил февральскую революцию на фронтах Первой мировой войны, будучи членами этого самого революционного комитета. И они тоже, кто-то из них оказался в Киеве, и они организуют борьбу с немцами, население с немцами, при том, что не брезгуют и заключать какие-то союзы временные с большевиками, потому что у них общая задача. И плюс третья его, так сказать, ипостась там, это в Киев приезжают представители, как только Польша получает независимость, вернее, перед тем, как Польша получила независимость, но уже понятно, что дело идет к этому, туда приезжают представители Пилсудского в Киев, и он тайно, разумеется, и он тайно с ними встречается. И после этого, когда ему удается из Киева попасть в свободную, наконец, Варшаву, он после этого по поручению Пилсудского приглашает Варшаву Савенкова, поскольку в Варшаве в 19-м году, перед началом советской или большевистской, по-разному ее называют, польской войны, туда собираются очень многие эмигранты. И Вензигольский, будучи то ли русским, кстати, он писал и по-русски тоже, хотя тут-то я переводила в польскую, он пытается каким-то образом объединить русские антибольшевистские силы с поляками, но оказывается, он слишком благоволит к русским, поэтому ему приходится уехать в свое имение, и он в 20-м году перестает заниматься любой политической деятельностью. А если вы хотите про крыс, то пожалуйста. Он попадает к немцам в тюрьму, я правильно понимаю? Да, он попал к немцам в тюрьму, и в карцер даже его отвели. Это была сущая нора, размер 6 шагов на 3, пол то ли бетонный, то ли плотно утрамбованного щебня. Он еще наделен, я считаю, литературным даром, поскольку это все довольно интересно, хотя это ничего не придумано. Все это я успела разглядеть до того, как за мной закрылась дверь. Но заметила я кое-что еще, пока один охранник на меня орал, другой незаметно бросил на пол камеры какой-то сверточек, заскрешетал в замке ключ, и я остался один. Я всю жизнь боялся крыс, не только брезговал, боялся, как баба, презрительно говорили в детстве у нас дома. Позже я вообразил, что в моих предыдущих воплощениях крысы сыграли прескверную роль. Возможно, они сожрали меня живьем, возможно, съели мой труп, а может быть, во мраке средневековья меня подвергали пыткам с участием крыс. Так или иначе, я полагал, что моя особая чувствительность, отголосок давних мучений, повлиявших не только на состояние нервов, но и на ход мыслей. Мне никак не удавалось себя убедить, что крыса – такой же зверь, как волк или кабан, и должна вызывать лишь охотничьи эмоции, а он охотник. Со своими страхами я боролся всю молодость. По примеру, знаменитого Дурова, с успехом дрессировавшего крыс, заставлял себя, постепенно преодолевая страх и отвращение, привыкать к посаженным в клетку зверькам. Иной раз наши отношения становились настолько интимными, что очередной питомец поселялся у меня в кармане, ползал под кадетским мундиром, а порой, когда я отвечала доски, высовывал мордочку из воротника. Аудитория покатывалась со смеху, к удивлению преподавателей, не понимающего причины веселья 30 балбесов, это кадетский корпус, да, в Петербурге, возрившихся на своего однокашника, выводящего мелом тригонометрические формулы. Ну и так далее. Тем не менее, случалось, что утром прирученная крыса впивалась острыми, как уголка зубами, в приветственную протянутую руку. Впивается ему в ногу крыса и в этом картере, в котором он сидит, и крысы, потому что их много. Но поскольку один солдат, который оказывается, ну, с польских территорий, ему приносит бутылку, он забивает окищение, в конце концов, осколками, таким образом крыс побеждает. Но дело в том, что это как бы такое эмуристическое описание, но одновременно его выводят на казнь. Он уверен, что его сейчас повесят. И тут его спас человек, который действительно вешали. Он был эсером, по-моему. Да, молодой человек, которого поймали, когда он бросал бутылку с зажигательной смесью в какого-то полицейского начальника, и он был приговорен к повешению, и в маленьком дворике, в каком-то закутке этой тюрьмы уже приготовлена виселица, уже священник, уже какой-то страшный изверг немец, который надзиратель этой тюрьмы. И этот молодой человек, окровавленный, избитый, стоящий под виселицей, говорит, что он с Виндигольским никаким образом не связан. А они были едва знакомы, но были знакомы. Так что ему пришлось пережить не только встречу с крысами, но и встречу со смертью. Но это просто одна из маленьких деталей, которая свидетельствует о том, как это написано и что это был за человек. Еще есть прекрасная встреча с его родным братом, когда они притворяют... Это тоже очень смешной эпизод, когда они притворятся, и они притворятся, что они находятся на разных политических позициях, и у них есть старые семейные щеты друг к другу, что не менее забавно. И они разыгрывают всех, кто их пытается задержать. Я возвращаюсь к теме театра, которая меня страшно занимает во всей этой экспозиции, так сказать. Но мы уже не говорим о том, что герой по имени Хуан Мартинес, он просто человек театра, и для него вся жизнь, ведьмы, театр, хоть и трагический, но что меня очень... Они в сочности все становятся людьми театра. Вот мне вообще кажется так. Ну, рассказ о бале-маскараде шведской дочери-священника Тура Гармфекс. Она рассказывает, как она попадает в 18-м, кажется, году, она попадает на бал-маскарад, который устраивается в Петербурге, и там вот это действительно бал сатаны. Это действительно булгаковская абсолютная история, когда встречаются авантюристы всех мастей от белых до красных, и она танцует с каким-то вроде бы офицером, а потом выясняется, что он просто вор, который... у него полные карманы там... Драгоценностей. Драгоценностей. И вот всего такого. Про театр вы тоже думали, как про линию? Ну, мы не специально думали, но она... Она нарисовалась. Она нарисовалась. Ну, конечно, театр абсурда, хочется сказать. Хочется сказать, понятно, из чего Хармс вырос, когда ты вот эти вещи прочитываешь. Есть же даже словосочетание театра революции, да? Да, конечно. Я как раз подумала. Только в это словосочетание вкладывается понятие, так сказать, торжественное. Торжественное. А на самом деле это гораздо более заниженное представление. Ну, вот мне показалось, что тогда театр был... Не кино было важнейшим из искусства, а как раз театр был важнейшим из искусства. И Полин Кросли пишет о том, в каком восторге она от русского театра. Граждане революции на дворе, а у него Корсавина танцует. То есть все происходит одновременно. Это вообще почти не укладывается... И то же самое было в Москве. Веселье было в Москве, когда уже в Петрограде был переворот. Они еще не поняли, что их ждет. Кстати, у Кросли есть этот мотив, который свойственен вообще любому обывателю. Совершенно не вкладываю в это слово ничего негативного. Что, да, действительно ужас, но он скоро пройдет. Все восстановится, и мы начнем жить так, как жили раньше. И в этом смысле настроение конца ее переписки резко отличается от начала. Она понимает, что это безысходно. И что это надолго. И, в общем, надо мотать удочки. Я еще хочу вернуться к той мысли, которую вы, Александр Якович, высказали. Что они редко говорят... То есть герои вашего собрания, они редко говорят о теории революции. Так вот, возвращаясь к своей любимице Кросли, я скажу, что у нее есть такой момент. И я прочту, и она ничуть не хуже политического аналитика выступает. Хотя она говорит, что она не решает заниматься политикой. Я вам описываю факты, как я их вижу. Мнения о способах спасения России могут расходиться. Но, вероятно, никто из знающих людей не станет отрицать, что спасти ее можно только силой. Сила в России была, но ее следовало применить иначе, с большим толком. Фактически нынешняя заваруха, не могу придумать более подходящего слова, и порождена силой. Но это неорганизованная темная сила массы. Тщательно все обдумав, я прихожу к выводу, что причин краха России много. Назову лишь некоторые. Личные амбиции выдающихся людей во временном правительстве, непрактичный идеализм остальных его членов, неспособность союзников понять, что тут происходит, и как следствие недостаточность усилий по предотвращению катастрофы. Национальные особенности образованных русских, которые предвидели, что грозит стране, но оказались неспособны предотвратить катастрофу. Национальные особенности необразованных русских, которые желали надвигающихся событий и всячески им способствовали. Шестое. Успешные действия немецких агентов по ослаблению военной мощи России. Она несколько раз подчеркивает роль Германии в своих письмах. И, наконец, возможности, использованные умными фанатиками, имеющими играть на чувствах необразованных масс. Вот. Вполне себе политологический анализ, я бы сказала. Эта простая американская обывательница позволяет себе. И еще чуть-чуть она пишет о феврале. Я начинаю с февральской революции. О ее событиях и деятелях можно написать целую книгу. Но в апреле 1917 года Россия была далека от краха. В это время в Петрограде была возможность без особых усилий перестроить самое удивительное государство и когда-либо существующих в истории. Такая возможность больше не повторится. К Хуану Мартинесу я хочу еще вернуться. У меня из него есть одна цитата. Одна из самых важных для меня. Как человек объясняет союз народа с большевиками. Демориализация белой армии подтолкнула многих на сторону красных. Вы думаете, потому что красные казались людям лучше белых? Не такими мясниками и деспотами? Ничуть. И люди никто не питал. Просто красные голодали вместе с народом, а белые нет. Трудно поверить. Но именно эта причина склонила чашу весов и в конечном счете решила исход гражданской войны. Чавес Нагалес никогда не был сторонником никакого насилия. И, собственно говоря, поэтому его имя было забыто на долгие годы. Сначала в фашистской Испании, затем уже в демократической. Потому что он эмигрировал из Испании в 1936 году. И написал в одном из своих репортажей, что он не хочет ассоциировать себя ни с одной из банд. И, по-видимому, для испанца это сейчас непозволительная роскошь. И плата за эту роскошь – потеря отечества. Ну и продолжая вот эту вот цитату, которую вы начали, он пишет о том, что в глазах обнищавшего голодного народа также зверствовали одни, как и другие. Если белые были тиранами, то красные им не уступали. И одинаково попирали все божеские земные законы, как те, так и другие. Но красные были убийцами терпевших голод, а белые – убийцами сытыми. Поэтому между голодающим народом и красноармейцами возникла некая солидарность. Объединенные голодом большевики и небольшевики вместе ополчились против белых, у которых был хлеб. Так победил большевизм. Тот, кто говорит оно и лжет, или не был там, или не хлебнул, как следует той жизни. Я вот еще о чем хотела спросить. Мартинес несколько раз упоминает о судьбе евреев в Киеве того времени. И одной из причин неподдержки населения белого движения был антисемитизм, который выражал себя в погромах и в зверствах. Я верно эту линию? Я не понимаю. Он замечает это, что удивительно, он иностранец, но он видит это. А он замечает, я вам скажу, почему. Потому что он похож на еврея. Да, потому что он похож на еврея. Он сам все время, каждую минуту боялся, что его примут за еврея и тут же линчует деньги на улице. В вступительной статье Александра Мельхова говорится о грандиозности, свирепости и безумии русской революции. О том, что он вспоминает Булгакова, который в известном письме говорит о том, что нельзя пародировать русскую революцию. Она слишком грандиозна. Это то событие, над которым невозможно не смеяться, не пародировать его, не как-то сделать карикатуру. Вот ваши представления, ваши впечатления безумия, священности, грандиозности, свирепости, ужаса, чего больше? Что вы почувствовали в результате работы вашей, Ольга? Может быть, с вас на этот раз начнем? Ну, я вот здесь совершенно согласна с Александром Яковлевичем, что первое впечатление, когда вот прочитываешь эту вещь, мы все, конечно, очень много всего читали, но, как всегда, это были люди, в общем, вовлеченные в события и, безусловно, какую-то сторону поддерживающие. В советское время это были за красных, потом за белых и по-всякому. А здесь мы увидели просто человека, который очень далеко, он, в общем, даже где-то мещанина, и, как он сам говорит, не имеет никаких политических взглядов. Это человек, который попадает в абсолютную мясорубку, из которой он просто мечтает выбраться живым. И, описывая вот эту всю фантасмагорию, он, безусловно, в какой-то степени, мне кажется, очень хорошо характеризует нашу страну и довольно-таки к современности это тоже имеет отношение, мне кажется. – Точно я про это думала, это правда. Так много того, о чем ты думаешь сегодня. – Да, это настолько пересекается, что я прочитала и подумала, что для меня это просто было большой неожиданностью. Я думала, что, ну что, я здесь нового еще прочитала уже, все это знаю. Но оказалось, что вот этот взгляд, он, ну, довольно это пессимистично создает картину, надо сказать. – Да, согласна. Спасибо, Ольга. – Лен, ваши? – Если списать со счетов антисемитизма и заигрывания с национального разлива фашизма, то, ну, наверное, да. Человек, безусловно, сильный, который смог принять решение и его придерживаться. – Но не трудно вызывать вложение, да? – Ну, значит, трудно сказать. – Окей. – Ну, скажем так, неоднозначная фигура, которая заставляет в себя всматриваться. Меня больше всего удивило чувство национального достоинства, как ни странно. Может быть, на фоне всего вот этого оно как-то ярче проявилось. – Если позвольте, вот еще цитату небольшую. – Цитату, да, конечно. – Митинг он описывает в Сибири. – Речь Кураева, одного из большевистских начальников, напыщенная, демагогическая, могла бы произвести впечатление на человека неграмотного и невежественного. Но у наших легионеров она только возбудила сильнейшее негодование. Несколько солдат достойно ответили ему. А речь еще о том, что на этот митинг не пустили офицеров, чтобы было проще прополоскать мозги, ну, как бы говоря, простым солдатам. Несколько солдат достойно ответили ему. Если кто хочет наше оружие, пусть придет и возьмет. Победить мы можем только со своими офицерами. Такими были их слова. Но лучше всех ответил по-русски один из братьев. Вот очень важно, что он все время этих солдат называет братья. Мы чехи и ничего больше. Ну и дальше немножко, уж не знаю, насколько это смешно может выглядеть, ну, он понемножечку выползает из этого страшного, страшного тема. Чтобы наши солдаты все-таки осознали свой фанатизм, в кавычках, и свои ошибки, слово взял Минникин. Однако его речь оказалась еще хуже речи Кураевой, нелепой до невероятности. Минникин, среди прочего, доказывал, что союзники не собираются везти нас на французский фронт, а вместо того отправят в Африку, усмиряясь бунтовавшихся нищих негров. Подобных глупых вымыслов он привел несколько к вящему раздражению и веселью слушателей. Конец его болтовне положила сама природа. Разразилась сильнейшая гроза. Спасибо, Лен. Александр Яковлевич, финальный спич. Нас в советских времен учили, что революция русская или английская, французская – это торжество человеческого духа. Вот этот номер, мне кажется, и в этом его, вероятно, и основная заслуга. Лишний раз свидетельствует о том, что революция, как и война, чужды человеческому духу. И революция, как и война, поднимает с земли, из-под земли все самое гнусное, что есть в человеке. Вот я бы так сказал. Спасибо, Александр Ильич. Я могу полностью с этим согласиться. Мне кажется, что как бы человеку, какие бы благородные не были помыслы и стремления, человек попадает в нечеловеческие условия, с одной стороны. И ему очень трудно оставаться человеком. Но это вовсе не означает, что он заслуживает прощения. Кроме того, стихия, наверное, всегда несет опасность. А разбушевавшаяся стихия, возможность не сдерживать себя – это очень страшно. И вот это я увидела здесь, и это очень пугает, потому что человеческая природа не сильно меняется за сто лет. Я думаю, она и за сто тысяч лет вряд ли бы и поменялась. И если, не дай бог, нас ждет какой-то всплеск этой стихии, то нельзя уповать на то, что мы выйдем целенькими из этого. Спасибо. Ну да, на этой невеселой ноте наблюдателей, хронистов и людей, которые изучили этот период текстов, этот объем текстов о русской революции, мы закончим сегодня программу. «Россия во мгле», 11-й номер журнала «Иностранная литература». Спасибо большое, Александр Яковлевич Ливергант, главный редактор. Спасибо. Елена Тепляшина, переводчик чешской части. Ксения Альпина Старосельская, редактор журнала «Иностранная литература» и переводчик польской части. И Ольга Кулагина, переводчик с испанского. Вела программу Елена Фанайлова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова